Слава Богу! Братья, сестры, сегодня субботний день, шаббат шалом, приветствую всех святых, благоставляю всех вас во имя Господне. И сегодня у нас 9 февраля, утро, имея возможность здесь в Киеве делать трансляции, приветствую всех из Киева, слава Богу, с Украины, благоставляю всех вас во имя Господне. Благодарю Бога за сегодняшнее таинство, потому как каждое утро обновляется Его милость. В этом есть нечто таинственное, удивительное. И я так рассуждаю, что Его милость, она обновляется постоянно, потому как наш Бог, Он вне времени и во времени одновременно. Само Его время, само время, это и есть Его творение, Его создание. Он творец всего, видимого, невидимого. И все вот это видимое, что мы видим, что мы ощущаем, наше земное бытие, оно протекает во времени. Оно живет во времени, существует во времени. Я Богу благодарю, что Он запустил сам механизм времени, вот это временное измерение. Очень Богу благодарен за это. И хотя Бог над временем и ко времени имеет отношение как художник к своей картине, как творец к своему творению, но Он, Бог всемогущий во временном измерении, также проявляет себя. И временами очень ярко Он ощущаем и проявляем. Мы часто называем такие моменты Его наивысшего проявления во временном измерении, называем пробуждением. Духовное пробуждение такое, пробуждение в народах во многих. Можно вспоминать, вот я на днях как раз вспоминал пробуждение Уэллса. Уэллс это шахтерская местность такая в Англии. Да, регион такой похож на Донбасс, допустим. И там было тоже очень взрывоопасно. И в 19 веке, допустим, Уэллс вырастал за счет этих шахт, добычи угля. Люди жили в нищете, богачи богатели, олигархи набивали карманы, народ обнищал. До такой степени, что товарищ Карла Маркса, Фридрих Энгельса, он пророчил, что именно из Англии начнется вот этот пожар мировой революции. Ему казалось, что из всех стран мира, именно в Англии, в Уэллсе, именно вот этот конфликт социальный, он достиг своей критической такой отметки. И бабахнет так, что это будет общепланетарная революция, мировой пожар. Мы назло буржуем, мировой пожар раздуем. Такие стихи даже декларировали, я помню, в детстве еще. Надо же. Да, значит, сейчас даже самому не верится. Но вот самое странное, но мы гордились этими стихами, гордились этими, ну, за себя скажу, по крайней мере. Вот, я вырос в семье потомственных атеистов, и родители мои были атеистами, и бабушки, и дедушки, и даже по отцовской линии прабабушка, прадедушка. В том самом 19 веке они были революционерами, атеистами. Вот, но, к сожалению, да, так получилось, что о Боге никакой теории не знал я. Но однажды во временном измерении, вот, пережил с ним встречу. Вот, и пророчество Фридриха Энгельса о том, что пожар в мировой революции начнется именно с Англии, именно с Уэллса, не сбылся, не сбылось это пророчество. Слава Богу. То, что беса прорекали, не исполнилось. Почему? Потому что именно у Уэллса, именно в Англии началось огромное пробуждение в самом начале 20-го столетия. Как раз вот, удивительно, конечно. Да, мировой пожар было, загорелся, но был потушен. Как вы знаете, вот показывают пожарников по телевизору, там работают пожарники на таких больших территориях, там, допустим, леса горят какие-то. И есть такая вот интересная вещь, пожар тушат пожаром другим, встречным огнем. Да, интересно очень. Ну, вот такое показывает. И вот этот пожар было начался только, и он мог действительно охватить весь мир, потому что, ну, викторианская эпоха завершилась. И, в общем-то, англичане говорили, что солнце никогда не заходит над землей ее величества. Действительно, во всех часовых поясах были земли ее величества, Великобритании, великой, действительно, империи, которая по территории своей, по площади своей занимаемой, да, и по времени существования, продолжительности переплюнула все империи, которые были на нашей планете. Да, действительно, это была удивительная история в Великобритании, но именно вот, да, благодаря этому английский язык стал мировым языком, языком всей планеты. На сегодняшний день, значит, до половины населения планеты, ну, либо англоязычный, либо для них английский второй язык, либо третий, либо, по крайней мере, хоть как-то разбираются люди. Поэтому язык межнационального общения сегодня у нас английский. Вот, и во многом викторианская эпоха это, в общем-то, и, значит, приготовила. Но мировой пожар, действительно, он был бы раздут, если бы не вот то пробуждение, удивительное пробуждение Уэллса. Да, с небольшой искорки, да, из искры возгорится пламя, помните, да? Да, тоже, да, значит, газета «Искры» была у революционеров, уже здесь вот, у наших, и моя бабушка с дедушкой много об этом рассказывали. Они у меня были ветеранами ЧК, НКВД, значит, бабушка, по крайней мере, вот, которую застал я, значит, и вот не так давно, значит, она ушла в вечность, несколько лет назад, уже было за 90 ей, да, под 100 лет человеку. Но была крепкая еврейская женщина такая, знаете ли, и она до последнего гордилась тем, что была вот, действительно, такая боевая, революционная такая бабушка у меня. Но, знаете, я Бога благодарю, что перед смертью, за полгода примерно, мы с ней виделись в последний раз, я приезжал туда, в Поволжье, и в Чебоксары, и, знаете, слава Богу, что бабушка примирилась с Богом, покаялась, и ушла в вечность вскоре после того. Я очень Богу благодарен за эту молитву, когда мы молились вместе с бабушкой. Я очень Богу благодарен за то, что, несмотря на то, что судьба была такая, вот, человека противобожная даже, вот, перед исходом с этой планеты, с этой земли, и человек произнес слова покаяния, и она примирялась с Богом, повторяла слова, и от себя говорила что-то Богу. Я старался, ну, это уже было между ними, между Богом и бабушкой, но я был так, лишь свидетелем, а я очевидцем, так вот, я лишь молился и благодарил Бога за то, что, вот, вот, ее сердце раскрылось. Пробуждение можно действительно исследовать и вот такое историческое, огромное, как Уэллса, допустим, пробуждение. Даже неверующие историки признают, что это пробуждение духовное, оно способствовало, как раз вот, да, да, и оно остановило, вот, вот, то страшное зло, которое могло бы произойти, даже, а если бы оно произошло тогда, вот, мировой пожар, если бы, вот, из Англии разгорелся бы в начале 20 века, то и Парижская революция, Французская революция и Русская революция, знаете ли, были бы детским садом, детской песочницей и были бы ничем в сравнении с тем ужасом, который мог бы произойти общепланетарно, который, ужас мировой, который бы превзошел бы, действительно, все и вся, что знало человечество. И Первый мировой, и Второй мировой войны вместе взятые, вот, знаете ли, да, это ужасно. Но духовное пробуждение остановило, вот, этот ужас, и вот это пробуждение в Америке, допустим, пробуждение в Англии, пробуждение... Кстати, здесь в Украине тоже, может, не такие масштабные были пробуждения, конечно, но тоже были, локальные пробуждения, можно так выразиться, были тоже здесь. Я... сейчас скажу... ну, это не история христианства, это не тема, сейчас история христианства, я буду рассказывать об этом, значит, вот, с понедельника, более подробно о таких пробуждениях, некоторых как раз на Востоке, в восточных территориях, будем так говорить, и в Украине. В конце 18-го, начало 19-го веков, в Приазовье, вот, от Мариуполя, даже Таганрога, вот, туда, вот, территория до Бердянска, вот, ну, в общем-то, обычно, вот, когда рисуют, вот, территорию, охваченную этим пробуждением, от Мариуполя до Бердянска, вот, вот, эту территорию, отмечаю, так вот, и тоже я нарисовал на слайд-шоу, тоже, подобную картинку. И вот там переживалось людьми огромное духовное пробуждение, на тех территориях проживали высланные с Харьковской губернии, ну, нынешней Харьковской области, Днепропетровской области, Донецкой и еще какой-то области, не помню, по-моему, даже с Киевской области, выслали молокан, духоборов, каких находили, вот, и там, возможно, там и были староверы некоторые, и просто беглые люди, вот, на тех территориях проживали, но в основном это были молоканьи и духоборы, кстати, на реке Молочной там еще проживали так люди, о, вспомнил. И вот в конце 18-го, начало 19-го веков, там люди переживали огромное духовное пробуждение, вот, те территории, татары еще называли крымские, там, землей шайтана, там были солончаки, что-то еще, то есть земля, она не рожала, и воды грунтовые были очень глубокие, а если находили их, то вода была непригодна для питья. Кстати, эту территорию еще Екатерина Великая предлагала, ну, бесплатно даже за деньги, приплачивать за освоение этой земли голландским, немецким, вот этим, миллиардером, там, кому-то еще, то есть людям, которые занимались землей, вот, и эти люди, как профессионалы, осмотрели эту землю, эти земли, и признали их непригодными, и отказались даже бесплатно их брать и даже за деньги, вот, пытаться возрождать эту землю, вот, эту церемонту, вот, но в самом конце 18-го века на эту мертвую землю, по сути, на смерть голодную, обрекая тысячи людей, там проживало, проживали даже сотни тысяч уже, ну, точно неизвестно, но Владимир Франчук, по-моему, историк из Мариуполя, он как раз называл цифру 200, даже больше, чем 200 тысяч человек, проживающих на тех территориях, ну, с ним кто-то соглашается, кто-то называет еще большую цифру даже, вот, до 300 тысяч называли цифру, но, по, насколько я узнавал, по царской переписи, там больше 100 тысяч однозначно проживало, высланных именно, которых, ну, по закону выслали туда, то есть официально выслали на те территории, вот, плюс их дети, которые там рождались, ну, конечно, территория была большая, и люди проживали там, вот, спасались, и вот Бог не только помиловал этих людей, они молились о духовном таком пробуждении, вот, и они крестились Духом Святым, кстати, в то время, да, в начале 19 века уже это было, правда, вот, хотя, возможно, и в конце 18-го тоже первые были крещены там Духом Святым, вот, и в тот момент духовного пробуждения даже сама Земля, она пробудилась, до сих пор, если вы бывали вот в Мариуполе, Бердянске, вы видели, что там, пожалуйста, и сады есть, и поля, и все растет, почему такое произошло, вода пригодна для питья, вот, почему, потому что Бог исцелил эту землю, действительно, и даже царские эти переписчики, кто там они, которые в начале 19 века приезжали туда, с Харькова, с Петербурга, вот, эти земли проверить, то они были изумлены тем, что удивлены очень сильно, что, действительно, вот, люди живут себе, вот, собирают урожаи, поля, сады, откуда все это, сама Земля исцелилась, представляете, люди спрашивали, что произошло, они говорили, вот мы молились, Бог благословил, в Библии говорится, что, вот, о духовном таком пробуждении, что смирение человека, вот, покаяние, и что Бог приходит очень сильно на это, на смирение, на покаяние, и, вот, он прощает грехи, он, как бы, исцеляет, пробуждает человека, прощение человек переживает, вот, и сама я, Земля, на которой мы стоим, сама Земля, она переживает такое, тоже пробуждение, исцеление, и примеров очень много, не только здесь, в Украине, вот, да по всему миру, и в Африке, и в Латинской Америке, есть даже фильм, документально, не помню название, по-моему, так и есть, пробуждение, вот, там как раз рассказывалось, вот, помню, там, интересно, с Латинской Америки показывали какой-то городок, переживший, там, пробуждение духовное сильнейшее, там, стали собирать такую огромную морковку, там, какие-то овощи, какие-то огромные все, значит, и без всяких там, выясняли, без всяких там, этих удобрений, таких, химии всякой, там, и что произошло, вот, люди пробуждались, и росли духовно, и морковка росла, вот, и все остальное росло, там, удивительно, конечно, нечто подобное в Африке было, там тоже в фильме показывали такие удивительные документальные кадры, даже там показали, как в каком-то городке, там, даже, закрывалась тюрьма, почему? Потому что, ну, просто-напросто некого было сажать, задерживать, потому что, ну, люди, ну, просто пробудились, ну, кто-то больше, кто-то меньше, безусловно, конечно, мы все разные люди, но в целом атмосфера вообще в городе, она изменилась, удивительно, слава Богу, и Бог, действительно, Он обращается порой к городам, к территориям, к землям, имеется в виду люди, проживающие в этом городе, в этой земле, но и Он обращается ко всему, потому что вся тварь, все творение стянает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих, действительно, это так, это правда, дамы и господа, братья и сестры, и весь растительный мир, и животный мир, все страдает и мучается, а наипаче человек, а наипаче, человеческий род, страдает и мучается, ожидая, действительно, вот этого откровения сынов Божьих, откровения сыновства, и самое великое откровение, которое пробуждает человека, и которое пробуждает весь этот мир, то, что Бог, Он есть любовь, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, никакой тьмы, никакого пятнышка, даже на солнце, говорит, пятна есть, а на Боге нет никакого пятна, абсолютно, никакого порока, никакого пятна, никакого зла, Он есть любовь, и что Бог возлюбил мир и отдал самого себя, кровушку свою пролил, сына своего единородного не пощадил, и однажды, и навсегда, Господь наш, Спаситель Иисус Христос, приобрел нам искупление вечное, искупление, доказательство Его великой любви, причастие, тело и крови, о чем будем совершать, и это есть доказательство Божьей любви, свидетельство Божьей божественной любви, богосыновство, свидетельство, что действительно Господь, Бог всемогущий, отец, мой отец, мой небесный отец, папочка мой, красивое слово еврейское, авва, авва, значит, папочка, папуленька, папенька, есть еще слово украинское очень красивое, татус, татус, я запомнил это слово, очень красивое, во Львове бываю, я очень люблю Киев и город Львов еще люблю, два города в Украине особенно люблю, люблю Одессу, конечно, другие города, но вот как-то, не знаю, сакральный как-то для меня, вот Киев и Львов, часто, когда молюсь за Украину, благоставляю именно эти города, вот, конечно, и Харьков тоже молюсь, благоставляю, молюсь за Днепр, молюсь за, ну, Одессу, жемчужину у моря, жемчужину у Бога, я так ее называю, благоставляю часто, безусловно, но, знаете, вот при всем уважении вот к разным городам, приезжая в разные города, там, Чернигов, допустим, там, Сума, там, вот, Херсон, там, ну, в общем-то, так или иначе, по всей Украине поездил, и на Востоке был там, вот, где сейчас война, Луганск, Донецк, до войны, я там тоже бывал, и не раз в Донецкой области, Донецке проповедовал Слово Божье, в Луганске, в Мессианской общине проповедовал, вот, и, знаете, действительно, посещая разные города, ощущаешь такую, какой-то, ну, больше или меньше, но ощущаешь вот эту атмосферу этих городов, и у меня понимание всегда, что вот эта атмосфера городов, она зависит от, действительно, пробуждения духовного, оно совершается здесь и здесь, это пробуждение совершается здесь и здесь, в разуме, в душе, в сердце нашем, это духовное пробуждение, пробуждение вмещается с меня, книга очень потрясающая, Эрла Штеггена, ну, Людмила Плетт, проповеди Эрла Штеггена, как раз об этом рассказывает, вот, я всем обычно рекомендую эту книгу, когда рассказываю о пробуждении духовном, то, как раз, добрым словом вспоминаю, дядю Эрла, вот, и его книги, три, вот эти трилогии, трилогия Людмила Плетт, особенно, вот, «Время начаться, дусть Дома Божьего», вторая книга этой трилогии, в 96-м году сыграли такую очень важную роль в моей жизни, в моей судьбе, направив меня назад к Библии, развернув меня, вот это покаяние, метанойя совершилось, слава Богу, реформация, вот, и пробуждение, оно совершается действительно здесь, и причастие, оно совершается здесь и здесь, не просто ртом, то, что входит в нас, то, что мы едим, оно не может нас осквернить, или осветить, нет, то, что входит, оно, ну, и исходит, и чем очищается всякая пища, Иисус говорил, что да, кушаешь-то, да, ну, хорошо, на здоровье кушай, но от этого хоть весь хлеб здесь, в Киеве съешь, ты не причастишься, хоть все вино выпей здесь, весь сок виноградный, плод виноградной лозы здесь, вот, в Киеве, не причастишься, потому что совершается оно здесь и здесь, это наше рассуждение о теле крови, когда нет, допустим, значит, сок не купил, вот, тоже, и, или, допустим, там была только пачка одна, там, все, а вот сегодня у меня просто вот, вот, просто воды налил, утром, вот, и, да, и, ну, сегодня я куплю, надеюсь, получится, не забуду купить сок, вот, значит, виноградный опять, значит, и надо побольше сразу купить, вот, и, ну, или уже в воскресенье, уже куплю, уже как раз в церкви буду, вот, и, вот, но, вода, ну, хал у меня осталось, вот, кусочек халы как раз, вот, значит, и совершая причастие хлеб, когда приехал, причастие совершал мне сушиться, засушил их сухарики эти, разложил на окне их, вот, орловский хлеб нарезал, так вот, полосочками такими, вот, очень люблю ржаной хлеб, орловский хлеб, обожаю просто, вот, и, так что, вот, не качество хлеба, или не качество вина, вот, Иисус мог даже из воды делать вино, тоже очень хороший образ, такой хороший знак, то есть, я думаю, это его тоже, какой-то там даже, среди прочего, это еще и урок для нас, пожалуйста, вода, но это действительно жизнь, это действительно намек такой на вот это причастие, евхаристию в какой-то мере, вот, и, друзья, причастие совершается здесь, и что же, что оскверняет человека, какое есть, ну, бесовское причастие, общение с бесами, которое оскверняет человека, это лукавые мысли, о других думать хуже, чем о себе, значит, и это прелюбодеяние, блудодеяние, вот, которые рождаются здесь, здесь, рождаются не в каких-то других членах наших, рождаются именно в голове нашей, рождаются именно в сердце нашем, вот, Иисус говорил, что воровство там, все там, непотребство всякое, оно оскверняет, вот это вот есть причастие бесовское, и не важно ты, в каком храме, костеле, там, молитву, много причащаешься, не важно, значит, какой ты хлеб там ешь, там пресный, или квасный, ржаной, или пшеничный, там, или какой-то еще, рисовый, там, не важно, вот, причастие, для меня причастие, просто вот я по парку гуляю, допустим, молитвенно, вот сейчас вот, после вот этого трансляции, тоже выйду прогуляться, как раз по парку, помолиться на природе, очень люблю, и из парка Киота, под окном, значит, из окна видно даже, от метро Черниговская, до Лисова, вот, это все парк Киота, посвящен городу Киота, культурной столице Японии, вот, и каждый раз прогуливаюсь, молюсь, в том числе, и за японский народ, пробуждение Японии, на этих островах, в стране восходящего солнца, пусть Господь Бог благословит, вот, и для меня, просто гуляю здесь под соснами, вот, и вдыхаю, и выдыхаю, аромат любви, аромат общения с Ним, аромат моего Бога, я вдыхаю, выдыхаю, все дышащее, оно хвалит Господа, это мое причастие, тело крови, я рассуждаю о теле крови Христа, что я спасен, благодаря крови Христа, и мое пробуждение, оно набирает силу, когда человек рассуждает о том, что он прощен, спасен, исцелен, его духовное пробуждение набирает силу больше и больше, удивительно, конечно, хотя трудно порой, очень трудно, когда, допустим, недомогание, да, значит, вот, болезнь, а ты размышляешь о том, что ранами Иисуса Христа ты исцелен, и ты это говоришь, провозглашаешь, хотя все симптомы обратные, ты, тебя лихорадят, вот, и, допустим, температура сильная, вот, а ты рассуждаешь, да, и ты говоришь это, что ранами Иисуса Христа я исцелен, или, допустим, другой момент, тоже очень сложный, еще более сложный, ты чувствуешь вину, греха, ты поступил неправильно, и, но ты говоришь, и ты размышляешь о том, что, да, Бог во Христе примирил с собой мир, Он примирился со мной, кровью своего Сына, все, нет вины, я прощен, я полностью прощен, принять прощение в этот момент, осознать, это духовное пробуждение, и порой, и вот, и, это как пример исцеления больного, да, когда больной еще человек, вот, он, но он пробуждается, вот, в том размышлении своем, и из невидимого, видимое приходит, вот это потом, порой мгновенно, а порой на годы растягивается, я не знаю, от чего это зависит, это таинство, много слагаемых, очень много слагаемых, вот, и, действительно, вот, осознание, что я полностью прощен, у кого-то быстро приходит, прям раз, у кого-то на целые годы, на многие годы растягивается, у кого-то вся жизнь на это уходит, на вот это понимание, что прийти к этому пониманию, то, как в старости глубокой уже, человек вдруг понимает, его пробивает, что, да, действительно, стоп, я полностью прощен, то, что было, то, что есть, то, что будет, все полностью Бог простил, я прощен, и жить как прощенный человек, Бог хочет, чтобы мы жили как прощенные люди, исцеленные, благоставленные, потому что это исцелит и благословит не только нас, это исцелит и благословит все вокруг нас, весь животный мир, растительный мир вокруг нас, все, абсолютно все, благоставляя эту землю, благоставляя растения, благоставляя животных, птиц, рыб, все благоставляю, и оно все оживает, оно все благоставленным становится, исцеляется эта земля, А наипаче Бог хочет исцелить и пробудить человеческий род, потому что больше всего страдают те, кто больше понимают. И порой такое выражение горе от ума, или как говорят еще, меньше знаешь, крепче спишь, или как там в комедии в той бриллиантовой руках, как говорил мой один знакомый, покойник, я слишком много знал. Вот, и действительно, а, еще, я у Максима Максимова был, я у него часто бывал в гостях там, значит, в Алма-Ате еще тогда, он уже в Алма-Ате, в Казахстане. Вот, и благоставляю тоже Казахстан, благоставляю, Алмату благоставляю. Вот, и я ему говорю, вот, Максим, знаешь, вот, о чем был разговор? Тоже о пробуждении каком-то, да. Я пример приводил одного из лидеров пробуждения, пример приводил Проханова, Иван Степанович Проханов. Сто лет назад, больше сто лет назад, он действительно был одним из лидеров духовного тогда пробуждения в Российской империи тогда еще. Ну, и потом, сразу после падения империи, вот, и Проханов Иван Степанович, одно из его таких крылатых выражений, которое мне очень понравилось, как, я стал понимать, почему он, Бог избрал его, быть, вот, таким служителем, столпом, таким апостольское служение такое нести в России, в Российской империи. Вот, удивительный был, пробужденный человек духовный, вот, и он говорил так, что христианин – это неисправимый оптимист. Христианин – неисправимый оптимист. Ну, я и Максимову Максиму сказал об этом. Говорю, Максим, а зашло речь как раз вот о том, что порой пробуждение в тупик приходит, и, как бы, начинается контрпробуждение, там, как бы, контрреформация. Вот, и я говорю, что христианин – неисправимый оптимист. Вот, а он мне тут же ответил, но он за словом в карман не лезет, такой, язык подвешен, и он сразу говорит, а пессимист – это, говорит, информированный оптимист. Я говорю, ну, Максим, мой ответ был таков. Бог наш, он самый информированный из всех информированных, однако же он остается оптимистом. Поэтому пессимист – это неправильно информированный оптимист. Или же дезинформированный оптимист. Вот так вот сегодня бы я ответил Максимову. Вот, но, по крайней мере, скажу так, что пессимист – это человек, который знает много, но не полный объем информации на самом-то деле. Он не знает всего, всей картины. Знает много зла, допустим, да, но не знает добра. Потому как Бог всемогущий выше всего этого, и Его информация над всеми нами. А Его информация есть любовь. Его информация есть любовь. Прощение. Этот мир страдает в агонии страшной. Человеческий род в страшной агонии. Он вaquочки страдает и мучается. Горь от ума, не возрожденного ума, а от возрожденного, духовно возрожденного, свыше ума. Благословение, не горе, а счастье от ума. Счастье и благословение от ума возрожденного, а горе от ума невозрожденного. Господь, спасибо тебе, спасибо Божий взгляд на мир, это любовь Я никогда не забуду, когда вот Бог дал мне один урок Я верю, это было свыше уроком Потому что я это воспринял как большой урок Именно от отца моего В 91 году я стал священником Вообще с 87 года служу Как православный церковный служитель Де-факто, да? Де-юре с 88, начало 88 года В русской православной церкви служил Я тогда в Московском полиархата До 96 года получается, да В 96 по идейным соображениям я вышел из этой структуры Будучи не согласен с доктринами и с практикой Теория еще, ладно Для меня тогда было вопросами такими многими открытыми Теория, но практика была отвратительная Я, в общем-то, отказался от этой практики Да и многие вещи я пересмотрел тогда в своей жизни Я, допустим, Божье Слово, оно действительно, оно освобождает истину Как говорил, перефразировав Писание Янгус Ничего другого и не делает в нас, как только освобождает нас Действительно, так и есть Истина делает людей свободными Познание истины приносит огромную свободу Настоящую истинную свободу Потому что, кого Сын освободит А Слово Божье есть истина То действительно будет свободным Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь Слово Божье, Сам Иисус Христос Он есть наша свобода Он есть моя свобода Вот, и в том самом 96-м, когда я вышел Из Русской Православной Церкви Я пересмотрел многие вещи, действительно Вот, и Случай, свидетельство Такое вкратце скажу Перед причастием Вот, перед хлебопреломлением Пока приготовьте тоже, кто не приготовил Возьмите себе хлебушка Я вот, у меня здесь приготовлено Кусочек халы Есть Вот И Плетенки Вот такая кусочка у меня есть Вот Налил себе воды Если нет у вас виноградного сока Налейте просто воды Инта-компот Использую, кстати, вот и яблоки у меня есть Надо было компот сварить Ну ладно Я здесь сам на хозяйстве Вот Что потопают, что и полопают Железь, да Но История Урок Я верю от Бога Был таков История такова была В 91-м году Я был тогда уже В конце 91-го года Был священником Иереем Настоятелем Храма уже Своего Вот Вначале в Рязане служил Значит, там В соборе А потом Уже был настоятелем храма В Рязанской области И вот На приходе Там были бабушки Старинные бабушки Костяк Такой Да, значит Бабушек этих Постоянных Которые были при храме Вот Некоторые из них даже были Значит С 19-го века еще родом Потому что В 91-м году В 92-м году Им было там 94 года 95 лет 96 было Самый старший Баба Оля Да, 96 Или даже больше Значит Но 96 был точно ей Возможно даже 97 лет было ей Когда вот я уже уезжал С прихода оттуда Вот Бабушка Да, вот эти бабушки Самое интересное Хотя им было уже под 100 лет Но они были очень такие Сильные Как правило Удивительно Там мужики шутили Лопаты не убьешь Говорят, значит Вот Действительно Такие очень крепкие женщины Одна из них Баба Катя Она там бегала Буквально по селу Вот реально Она таким быстрым Шагом ходила Как будто такой Как будто трусца Как будто бежит Значит Так вот Значит Легко Вот И она с утра С позаранки Успевала все село Оббежать фактически Все новости узнать Настолько Вот у нее Ум такой был Очень пытливый Ей все было интересно До ужаса было интересно Вообще Я уже Утром уже После завтрака Она была у меня Допустим Мне она рассказывала Всего я был в курсе Всех новостей Кто где родился Кто женился Кто там Отравился Там удавился Кто приехал Уехал Я все знал Вот Значит КГБ отдыхает Там Такое было у меня Значит Да Свой поповской КГБ было такое Вот И все узнавал Говорю Баба Катя Вам это интересно А ей интересно Но самое интересное Было для меня Знаете Вот Слышать их рассказы Этих бабушек Я любил слушать всегда Я очень люблю слушать По жизни И бабушкам Это очень понравилось Я не давал мне Рассказывать Про свое там Детство Еще дореволюционное Детство Потому что В момент революции С 17-го года Им было там уже Всем за 20 Этим бабушкам Этим Они были уже взрослыми Девушками И Такие вещи рассказывали Что у меня до сих пор Ну В голове не вмещаются Честно говоря Многие вещи даже И В кино такого не увидишь В книжках Редко где прочтешь Такое Честно говоря Вот И Я сейчас как раз Пишу Работаю Здесь я пока в Киеве Пару месяцев У меня есть время Работаю над Как раз и книгой Я Многие Моменты эти Я там помещу Как раз Дай Боже Успею Да Потому что хочу Издать Здесь В Украине Эту книгу Вот И даже не одну И свое свидетельство Тоже хочу издать Потому что К сожалению Сейчас Ну В России Не имею Такой возможности Вот Там сейчас Гонения Усиливаются Как об этом Значит И никуда Шаг право Шаг лево Не могут шагнуть Вот И все полностью Сейчас Ну Советское Возвращается К сожалению Такое Ужасное Время Одно Я считаю Что По грехам Нашим Во-первых А во-вторых Это Свидетельство Того Что Люди Не пробужденные Здесь В Украине Свобода Для меня Это очень хороший Знак Что Все-таки Процент Больший Здесь именно Пробужденных Духовных Людей Пробужденных Конечно Далеко Не все И все По-разному Пробужденные Но Когда Праведники Усиливаются Когда Умножаются Праведники Когда Пробуждаются Люди То И чем больше Люди Пробуждается Это По-хорошему Так вот От человека К человеку Переходит От сердца К сердцу От ума К уму От устам К к устам Это пробуждение Оно и духовно Душевно Разносится Удивительно И физически Свидетельство Потрясающее Духовное Пробуждение То Действительно Атмосфера Все меняется Даже в странах Целых странах Огромных странах Слава Богу Аллилуйя Спасибо тебе Господь И вот тот урок Все-таки Хочу перед причастием Об этом вспомнить Сейчас Даже самому себе Напомнить В первую очередь И вам Рассказать Вот Я у себя В церкви Рассказывал Я переживаю Поэтому Не могу Даже Начать Об этом Говорить Потому что Действительно Очень переживательная Вещь Господь Помоги Благослови Дело в том Что там В селе Где я жил Я был настоятель Там храма Там Был магазинчик Сельский И все И рынок Был В городе В райцентре И все эти Как они говорят Бабы Все бабы Они на рынок Ездили Эти бабушки Все они там Бывали Вот Ну может не все Но баба Катя Точно Бывала Часто И значит И с рынка Обычно Они Закупались там Всем Что-то продавали Что-то покупали Вот значит И привозили Всякие новости Тоже Обычные Какие-то истории Слышал я И вот один раз Была история Которая меня Очень сильно поразила В самое сердце За живое За дело Такое событие было Значит Там Была Девочка одна Потерялась девочка Она плакала Кричала Плакала Значит Не могла найти мамы Бабы Переполошились Значит Эти бабушки Окружили Эту девочку Стали искать Помогать ей И вот Даже как бы Почти все это время Что они там были Там не на рынке Были А большей частью С этой девочкой Возились Ну такие бабушки Знаете Слава Богу Сердобольные Вот Стараемся чем-то Угостить ее Значит Она плачет Не хочет даже брать Значит там Мама 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 Ну где эта мама Какая твоя мама А девчонка Говорит им Она Она Самая Красивая У меня Самая Добрая Вот Ну короче Любая мама Под это описание Подходит То есть Ничего толком Ну маленькая девочка Совсем еще Девчушка Вот Как она пропала Ну надо милицию Милиции никого не видно Там значит Ну Наверное Надо будет ее отводить Уже милицию Думают Вот Ну что делать Не могут найти Они обошли весь рынок Там вроде бы Там где Там улица Перегораживалась И там машины стояли Вот Как бы рынок И магазины дальше И вот И они прошли весь рынок Туда-сюда Спрашивали Вот девочка Где мама Кто потерял девочку Никто не отвечает Нет мамы Ну ладно Люди охают Ахают Ну Надо Короче идти туда За рынок Теперь В милицию Чтобы отвезти девочку Ну пропало Дитя Надо найти А там магазины Дальше Вот И представляете Значит Там Ну какое-то Питейное заведение Там значит Там Вот значит И выходит там Мамаша ее Этой девочке Баба говорит Мы аж ахнули Вот это мамаша Какая она красивая Ну Одним словом Такая Страшная И пьяная В Драбадан Значит И страшная И вообще Один мат На мате Такое что там У мужиков Уши В трубочку Сворачиваются Вот Мат кричит Там матерится Девчонка Подбежала Мама 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 Она Она И как треснула Под затыльник У нас Затылки Зачесались Такой Звонкий Под затыльник Был А девчонка Плачет От радости Обнимает Мама Мамочка Мамочка Вот Вот Да Она Материлась На нее И повела Потом ее Куда Бабы Говорят Мы и они Мели Стоим Нимая Сцена Вот Тебе И Самая Добрая И Самая Красивая Вот Это Да Во Всем Там Городке Наверное Самая Страшная И Злая Какая Вообще И Матершинница И Пьянчушка И Она Самая Добрая У нее Самая Красивая Вот Это Да Короче Бабы Потом Мне Пересказали Тебабушки Я Я Там Чуть не Плакал Я Чтобы Ну Еле Еле Себя Сдерживал Тогда Чтобы Мне Там Слушая Все Это Не Не Расплакаться Потому Что Я Понимал Это Урок Для Меня Урок От Бога Потом Бабушки Ушли Я Закрылся Я Просто Плакал Тогда Потому Что Я Понимал Что Это Урок От Бога Эта Девочка Которая Смотрела На Ту Женщину Ее Маму На Свою Маму Она Смотрела Глазами Бога Вот Так Бог Смотрит На Нас На Тебя На Меня И Даже Если В Этой Женщине Те Бабы Не Видели В ней Ничего Доброго Ну Видели Может Да Ничего Доброго Не Не Могли О ней Сказать Она И Злая Она И Матершинница И Пинчушка И Все И Некрасивая Но Та Девочка Может Видела Может Может В той Любви Или Полпроцента Даже Даже Если Миллионы Доли Процента Этой Божественной Любви Но В каждом Эта Искорка Есть В каждом Человеке И Представляете Вот Эта Девочка Она Глазами Бога Когда Смотрела Она Получается Она Видела Ее Через Вот Эту Может Долю Процента Или Один Процент Этой Божественной Любви Которая В ней Искрилась Тлела И Для нее Вся Она Была Красивая И Добрая Несмотря На Подзатыльники Несмотря На Рубань Брань Несмотря Ни на Что Несмотря На Пьянство Ее На Все Она Была Добрая И Красивая И Знаете И Для Меня Это Большой Урок Огромный Урок На Всю Жизнь Принимая Причастие Знай Что Это Доказательство Того Что Ты Самый Красивый Самый Добрый Самый 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 В глазах Твоего Папы Небесного Бога Святого Творца Неба И Земли Даже Если В глазах Всех На Этой Планете Людей Ты Ничто И Зовут Тебя Никак В глазах Отца Ты Сын Его Или Дочь Его Ты Святой Ты Непорочный Ты Исцеленный Ты Красивый Ты Добрый Ты Умный Ты Благословенный И Самое Великое Тому Доказательство Кровь И Тело Сына Божьего Иисуса Христа Он Однажды И Навсегда Приобрел Нам Искупление Вечное Он Доказал К нам Свою Святую Любовь Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Иисус Благодарю 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 Тебя Иисус Благодарю О Дух Святой За все Я Благодарю Я Тебя Благодарю За Голгофу За кровь Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, за кровь смятую, за тело Твое ломимое. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, Дух Святой, благодарю Тебя за спасение кровью Христа, о, телом ломимым я спасен, исцелен, благоставлен, спасен. Спасибо, Господь, за все. Спасибо, Господь, Ты самый красивый, Ты самый добрый, Ты самый счастливый, Ты самый благословенный, самый-самый-самый. Мой Бог и Царь, я благодарю Тебя, Господь, что у нас это взаимно, это любовь. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя за духовное пробуждение в крови и теле Христа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Тело Христа, кровь Христа. Аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо Кровь Христа, тело Христа Спасибо Спасибо Спасибо, Господь Спасибо, Господь Спасибо, спасибо, Иисус, спасибо Спасибо, спасибо Отец, спасибо За все спасибо Спасибо, мой Бог, спасибо Да, спасибо 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 Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою ты отдал О, спасибо Спасибо Иисус, спасибо 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 Мой Царь, спасибо О, Дух Святой Спасибо Утешитель Спасибо 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 Благослови 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 Тело крови Уже светает Благоставляю всех вас И пробуждение его ежесекундно, ежеминутно, оно вечно Но самое интересное, именно в утренний час Человек, как правило, 99% и 9 десятых Именно в утренний час Более человек воспринимает именно вот это духовное пробуждение Более восприимчив к этому духовному пробуждению Это факт, действительно, это правда Слава Богу И сегодня, этим утром, обновляется милость его Не потому, что в другое время суток оно не обновляется А всегда обновляется Просто наша восприимчивость иная А так, пробужденный человек, я убежден Больше в сильной мере Я жажду этого сильной, в сильной мере быть пробужденным Быть готовым к его духовному этому касанию Наполнению, пропитыванию И утром, и в обед, и вечером, и ночью Двадцать четыре часа в сутки Семь дней в неделю Постоянно Постоянно Спасибо тебе, Господь Я в тебе, а ты во мне Ты мной пропитываешься, а я пропитываю с тобой Спасибо тебе, Господь Да благоставит тебя, Господь И сохранит тебя Да призвет на тебя, Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит, Господь, лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым мы спасены Которым спасаемся Слава Господу Благоставляю всех вас Ну и шаббат шалом Сегодня суббота Слава Богу Жалко, что никак не свидимся Николай пишет Почему же свидимся, даст Бог Свидимся Аллилуйя Да, здесь есть послание Шаббат шалом Благоставляю вашу пробовать В Киеве Рад, что возобновили утренние эфиры Да, спасибо Арсений Огромное Да, значит Просто дома В Туле Не имея возможности Мы живем в очень сейчас Тесных таких условиях Трехкомнатная Это Хрущевка у нас Вот И уже взрослые дети У нас трое мальчиков, трое девочек Поэтому Представляете, да Сейчас у нас еще и внук Еще с нами живет Значит Потому что дочь сейчас в роддоме Значит Мы ждем уже второго внука Зядь сейчас работает там И Вот Внука мы взяли сейчас На себя эти дни Пока Дочка в роддоме Вот И поэтому У нас А у нас по сути двух комнат Потому что Третья комната Она такая Проходная такая Поэтому Никак С утра до вечера И И ночью даже Нигде не сделаешь трансляции Значит В квартире Потому что Ну Каждый Сантиметр занят И Всегда Кто-то встает Кто-то ложится Кто-то На работу С работы На учебу С учебы Вот так вот Поэтому Там нет возможности А здесь Вот я хозяин-барин Здесь значит Вот на этой квартире Я имею возможности Здесь вот значит Пожалуйста включиться Никто не мешает Вот Стараюсь соседям не мешать Но вот здесь вот Молюсь Не так громко стараюсь Чтобы Погромче молиться Можно в парк выйти Выхожу там Молюсь Благоставляю Бога Вот И Делаю трансляции Поэтому В шесть утра Утренняя молитва В шесть вечера Вечерняя Но Опять-таки Не всегда получается Даже здесь Не всегда будет получаться Потому что иногда Рано утром Я буду уезжать Вот значит И поздно вечером Приезжать Потому что я Преподаю еще здесь В семинарии И есть вечернее служение Также Молитвенное Пусть Бог благословит Но при каждой возможности Я буду совершать Здесь трансляции Привет с Кирова Петр пишет На Вятке Сейчас Минус шесть Ну Слава Богу Благоставляю Киров Вятку благоставляю Так что Как царь Кир Да Значит Непобедимый Николай Доброе утро Шалом Спасибо Жалко Что никак не свидимся Дай Бог Брат Ну Да Так и есть Свидимся еще Как в Украине Поют Як все Не на земли То На небесах Аллилуйя Слава Богу В воскресенье В воскресенье У нас Арендное время Накловской Арендуем помещение Там Вот Думаю Что получится И в субботу Проводить Здесь где-то На левом берегу Сейчас еще Тоже какой-то зал Помещение Вот Делать такие встречи Проводить такие встречи Молитвенные Вот Посмотрим Так что все С Богом Люблю Обнимаю всех Во имя Иисуса Благословляю Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя